Важно поддерживать близких и помогать им в такие трудные моменты. Соболезнования погибшим и надежда на спасение пропавших дают силу и надежду жить дальше, несмотря на страшные события. Мы верим в сплочение и солидарность людей и надеемся на позитивный исход поисков. Будьте сильны и держитесь. В Балашихе, что находится в Московской области, на данный момент проводятся работы по укреплению разрушенных стен и поддержанию безопасности вокруг обрушенного дома. Жители соседних зданий временно эвакуированы. Эксперты также проводят тщательную проверку газовых систем в округе, чтобы исключить возможность повторного ЧП. Власти обещают выяснить причину взрыва и привлечь виновных к ответственности. Трагедия напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования и регулярной проверке его состояния. В одном из жилых домов, по улице Садовой, произошла настоящая трагедия. Вечером в одной из квартир произошла утечка газа, которая осталась незамеченной. Когда кто-то из жильцов зажег свет, произошел мощный взрыв, разнесший несколько этажей дома. Несчастные жители, не подозревая о грозящей опасности, погибли в этом мгновение. По мере возгорания дома, паника распространилась на соседние строения, вследствие чего в них тоже выбило окна и повредило фасады. Теперь оставшиеся жильцы этих зданий, пугаясь и стоня от ужаса, наблюдают за печальным развитием событий. Власти и службы спасения уже на месте происшествия, но восстановление жизни в этом квартале потребует множество усилий и времени. Каждый, проходящий мимо несчастных домов, испытывает душевную боль от виденного. Это напоминание о том, что осторожность и внимательность к обслуживанию газового оборудования может спасти множество жизней. Обрушение здания приносит страшную боль и горе. Все цепляются за всколыхнувшуюся надежду, искренне желая спасти каждую жизнь. Весь мир смотрит на простых героев, считая их настоящими ангелами. В этой череде трагедий, однако, мы видим, как солидарность и сострадание способны преодолеть самые темные испытания. Вчера произошла ужасная трагедия. Обрушились межэтажные перекрытия в одном из домов. В результате этого страшного происшествия погибли два сотрудника МЧС, люди, которые всегда были на страже безопасности и помощи другим. Одним из них был спасатель, который находился всего лишь в нескольких метрах от места обрушения, но, к счастью, спася. Его сердце заполнилось ужасом и горечью от потери близких друзей. Это ужасная катастрофа, вызывающая боль и страх в сердцах всех, кто связан с этим происшествием. Трагически погибли опытные сотрудники Магомед Нальгиев и Олег Калмыков. Жена Олега и его двое детей остались одни. Женщина и девочка, которых пытались спасти, до сих пор находятся под завалами. Родственник Алексей разузнать о их судьбе, и иногда они устраивают минуты тишины, чтобы услышать о возможных пострадавших. Основной смысл заключается в том, что благодаря периодам относительного спокойствия, спасателям удалось обнаружить женщину, заблокированную под обломками на верхнем этаже здания. В настоящее время проводятся поиски еще живых пострадавших, и есть надежда на их обнаружение. Спасенные люди переживают сильные эмоции и плачут. В данный момент они размещены в ближайшем доме культуры. После взрыва газа на четвером этаже здания, тому, кто пострадал, предлагается помощь. Все нуждающиеся получают пищу и горячие напитки, а также одежду, подушки и одеяло. Пострадавшие будут размещены в арендуемых квартирах, за которые заплатят городской бюджет. Взрыв произошел из-за утечки газа в квартире на четвертом этаже. В квартире пенсионерки был взрыв газа. Следствие проверяет обстановку. Рядом начался пламенный инферно. Экстренные службы стараются спасти людей. Смерть и разрушение, горе и страх, но надежда уцелевшим. Вопросы о причине и виновных будут заданы позже. Но главное – жизни и здоровье земляков. Документы, включая проверочные отчеты, указывают на аварийное состояние здания. Расследователи изучают информацию для выяснения причины и оценки возможных угроз безопасности для жильцов. В случае необходимости должны быть приняты срочные меры для обеспечения безопасности обитателей. Владелец может столкнуться с юридическими последствиями, если выяснится его небрежность в обслуживании и ремонте здания. В 2025 году здесь должен был быть проведен ремонт. И сейчас возникают вопросы о том, правильно ли управляющая компания оценила состояние здания, проводила ли проверки вовремя и не допустила ли ошибок при подключении газовых труб. Очень важно продолжить разбирательство полностью, пока есть шанс найти ответы. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.